Декабрь 1988 года. 13-летняя пианистка Полина Осетинская собирается в большой гастрольный тур по Соединённым Штатам. Ей обещают 50 тысяч долларов за одно выступление. Это несомненный вундеркинг. Это было модно. То есть Осетинский отец почувствовал, что, о, клондайк. То есть вот оно, как говорится, наше время наступило. Олег Осетинский был автором сценария знаменитого фильма «Звезда пленительного счастья» и мини-сериала «Михайло Ломоносов». Называл себя вдохновителем и отцом рок-групп «Аквариум» и «Зоопарк». Был семь раз женат официально, имел бесчисленное количество браков гражданских и пять детей от разных женщин. Он там до 75 детей продолжал строгать по всему свету, где-то там оставлять в городах. А это мама Полины. В жизни Олега Осетинского она была недолго. Мои родители не были женаты. Моя мама была по счету, не знаю, 15-й или 10-й женой моего отца. Мать он отстранил от ребенка полностью. Он ее практически вот так вот за шкирку и за дверь, что называется. Вот так. И за несколько дней до вылета в турне по Америке вундеркин Полина Осетинская, которой прочили грандиозное будущее, пропала. И я на этот концерт не приехала, просто я сбежала за 6 дней до этого концерта. Если бы эта история случилась не в Советском Союзе, а в Америке, то отец бы Полины надолго сел за решетку. Осетинский писал в своей книге, что в детстве его ударили крышкой парты по руке и лишили мечты стать знаменитым пианистом. И он решил сделать вердоза из дочки Полины, несмотря на отсутствие выдающихся данных. От природы у Полины ни слуха, ни тяги к музыке. Еще 8 лет педагоги в Ленинграде проверяли ее слух и были разочарованы. И вот люди, которые сами не могут реализоваться, они реализовываются в своих детях. Только дети инвалидными, душевными вырастают. И, вы знаете, им жизнь портят и ломают. Шесть лет, выступая на сцене Вильнюсской консерватории, Полина Осетинская сорвала первые восторги публики. Отец молодец, научил ее играть. Хотя это неправда, конечно же. Он всего лишь сделал из нее дрессированную обезьяну. И она признает это. Полина занималась музыкой под строгим контролем папы 16 часов каждый день, без выходных и отдыха. Осетинский разработал систему дубль-стресс, чередование тяжелых физических и умственных нагрузок. Полинка, раз, ну, покажи нам, мальчик. На завтрак девочка получала 20 таблеток аскорбиновой кислоты и стакан разведенного в воде яблочного уксуса. Ее папа страшно боялся, что она растолстеет. Иногда он давал ей крошечный кусок сыра и ложечку меда. Она постоянно испытывала мучительное чувство голода и вспоминала потом, что даже воровала еду из собачьей миски. Но верила в то, что папа все делает правильно. Ведь она добилась больших успехов. Ей рукоплещут большие залы. Ну, я действительно иногда хорошо играю, когда очень стараюсь, и когда мне папа даст хорошего пинка перед выходом на сцену. А тебе нужен этот пинок на сцену? Нужен. За ошибки отец наказывал жестко. Дома мог избить ее, даже когда в комнате были свидетели. Однажды она долго играла, устала, стала ошибаться. Сказал отцу, что у нее болит рука. Он разодрал на ней одежду, швырнул головой о батарею. Протащил по полу и усадил голый за рояль, проорав, играй быстрее, сволочь! И играла, заливая клавиатуру и себя кровью. Но однажды она все-таки сорвалась с поводка и сбежала к пожилой родственнице. Но отец быстро вычислил, где прячется беглянка. И родственницу страшно напугал. Она мне сказала буквально вот что. Что он ей угрожал, приезжал в Ленинград и говорил, я тебе, старая ведьма, ноги переломаю. Но он говорил, не ведьма, а похлеще. В своей книге Полина описала, как ее отец однажды изнасиловал 15-летнюю ученицу, которую родители вручили осетинскому на все летние каникулы, чтобы великий педагог сделал и из нее великую пианистку. Он изнасиловал ее в первую же ночь, практически на моих глазах, и продолжал это делать на протяжении трех месяцев. Как-то Полина побывала в монастыре и спросила монаха, «Бывает ли обстоятельства, когда самоубийство возможно?» Он рассказал ей, что это страшный грех. Сколько историй, которых мы не знаем, когда детей ломают в возрасте, и они не могут себя преодолеть. И они всю жизнь живут под гнетом ненормальных родителей. Полина вырвалась из страшного плена, смогла построить нормальную жизнь, сегодня расти троих детей. Но отношений с отцом не поддерживает. Ну, его сейчас, насколько я знаю, в психиатрическую лечебницу отвезли, что-то такое. А Диана Садовникова решила подать на папу в суд, когда ей было 10 лет. Девочка не вынесла попыток сделать из нее совершенного человека. Я жгу, я не унижал ее. Я ее развивал. То есть я применял насилие для развития, а не для унижения. Как и отец Полины Осетинской, Максим Садовников расстался с матерью дочки и ребенка оставил себе. И уверовал в то, что растит вундеркинда. Читать Диана научилась в три года. Диана занималась гимнастикой, выступала на первенстве Москвы, участвовала в шоу, где пела Людмила Гурченко. Ей очень хотелось порадовать папу. В итоге ребенка это обездвиживает. Он теряет ощущение себя, вот этого собственного стержня. Он все время живет с оглядкой. Он все время оглядывается на своих родителей. Так ли хорошо я сделал? Так ли я удачен? Вас устраивает? Отец своими руками сделал снаряды для домашних тренировок. Это станок для гимнастики. Бегал с дочкой по 13 километров, приучил к вегетарианству, мучил двухдневным голодом. А если девочка не слушалась, запирал ее в шкафу и бил скакалкой. Я помню эту девочку, худенькую, насопленную, как моробушек. И, наверное, она была немножко голодная. Наверное, она была устала. В общем, она производила впечатление такого ребенка не такого пышущего здоровьем и довольного жизнью. Тяжело больная бабушка Дианы пыталась ее защитить. Отец жестоко наказывал ребенка за каждую съеденную конфетку. А потом вообще запретил заходить в комнату бабушки. В итоге бабушка позвонила в органы опеки, Диану забрали в приют. А потом суд лишил ее жестокого отца родительских прав. Она повторяла, как заведенная, что вот он меня наказывал, он меня наказывал. В приюте Диана, несмотря на то, что очень много знала и была талантливой гимнасткой, педагогам не нравилось. Ее жестко и несправедливо наказывали. Она позвонила мне, и говорит, папа, забирай меня отсюда, я здесь больше не хочу находиться. Она стала звонить и просить меня об этом. И Диана сбежала из приюта домой. Жизнь с жестким тираном-отцом оказалась лучше казенных стен с злыми педагогами. Ее отец считает, что всегда поступал со своим ребенком верно. Совесть его не мучает. Глядя на гениальную Галину Уланову, невозможно представить, что ее считали гадким утенком и ребенком, лишенным особого дара. Если смотришь даже на ее детские фотографии, то это действительно такие приподнятые плечики, почти чуть-чуть сутуловатые, которые всю жизнь, кстати, были. Довольно короткая шея. Казать, что она идеальное будущее, такая прима-балерина, такого масштаба, нет. Но ее мама, которая сама была балериной, а потом стала педагогом, считала иначе. Хотя Галя плакала и говорила, что балет ненавидит. Рыдала, просила маму, забери меня из школы, потому что не хочу, не могу, не желаю, не хочу. Ну, маму так спокойно к этому выслушал. Все это в следующий день ставила опять к станку, понимаете? Уланова писала потом, что ей казалось, что мать живет без сна, все время работает и требует того же от дочки. Галина Уланова стала лауреатом четырех сталинских и ленинской премии. Дважды героем соцтруда. Ее обожала публика, у нее были большие деньги, но не было детей. И в этом виновна мама. Она заставила дочь дать клятву, что всю себя она отдаст балету. Считалось, что балерина, так сказать, должна лишать себя это материнство, поскольку век балерины короткий, чтобы не потерять это время. Потом возможны изменения в фигуре, да, физические изменения. Считалось, и многие себя в этом ограничивали. У Улановой было несколько знаменитых мужей. Режиссер Юрий Завадский, актер Иван Берсенев, главный художник Большого театра Вадим Рынтин. Но череда бездетных браков кончилась тем, что, уйдя со сцены, Уланова осталась совсем одна. Одиночество – это неизбежный спутник таланта. Почему? Потому что это история про нестандарт. В старости вместе с Улановой жила журналистка Татьяна Агафонова, которая взяла на себя все заботы о знаменитой балерине. Она была моложе Улановой на 20 лет и годилась ей в дочке, но ушла из жизни первой, сгорев от рака. И в конце жизни Уланова страшно тяжело переживала уход самого близкого ей человека. И то, что когда-то послушала маму, которая сказала, что быть великой балерины – это лучше, чем родить ребенка. Это всегда очень больная вещь, потому что ты постоянно-постоянно возвращаешься к этому мучительному вопросу, а стоит ли игра свечи. 24 февраля 1966 года. Ленинград. В коридоре Боткинской больницы рыдает мужчина. Только что умерла его дочка. Валечку Семукову погубила корь. Но отец считает, что причина смерти ребенка – непомерная амбиция ее педагога. Это бывает раз, я не знаю, в 200 лет. Это феноменальная одаренность. У него был огромный шаг от природы. У него были красивейшие мягкие ноги. У него была гибкая спина, изумительная фигура. Валя была артистична и очень трудолюбива. С первого класса стала лучшей в Вагановском училище. Все делала в радость. Занималась в радость, ей это нравилось. И она летела, в общем-то, в училище. Она снялась в фильме «Вступление» у Игоря Таланкина и затмила главную героиню. Валя стоит вторая в ряду. Там видно на кадрах, что ножку она тянет, поднимает выше всех. Воспитанием Вали занялась балерина Наталья Дудинская, которая стала после блестящей карьеры педагогом. Ее ученицами потом станут Алла Сигалова, Ульяна Лопаткина и Анастасия Волочкова. А первой воспитанницей была Валя Семукова. И девочка под руководством кумира готова была заниматься до изнеможения. А Дудинская была очень жесткой. И был результат. В 16 лет Валя уже блистала на сцене Кировского театра. А партии были сложнейшими. Девочка возвращалась домой за полночь. И родители видели, что все ее достижения имеют слишком высокую цену. Травмы, нервные срывы. Но Дудинская была окрылена успехом своей ученицы. И хотела от нее все больше и больше. Танцуют ученики хореографического училища Валентина Семукова и Вадим Гуляев. И этот танец, и музыка звучат как торжествующие гимны жизни. Съемка этой телепрограммы проходила ночью. Педагог знала, что Валя больна. Температура у девочки была под 40. Но посчитала, что ученица сможет взять себя в руки. После съемок Валя еле дошла до дома. Рухнула на кровать. И вскоре врачи поставили диагноз – корь. Но организм был настолько истощен, что не смог бороться с болезнью. Были лекарства, которые Дудинская сама лично заказала из-за границы. Лекарства успели прибыть, но помочь они уже не успели. Валя Семукова скончалась, когда ей было всего 17 лет. Я на похоронах, конечно, я, в общем-то, в принципе, особо никогда не плакал. Но тут у меня слезы лились все время. То есть и у больницы, и на кладбище. Жизнь вундеркинда Ники Турбиной тоже была дорогой к ранней смерти. Ее угробили ее мама с бабушкой и ее покровители. Все эти люди, которые на ней себе делали рекламу. Я поднимаюсь по ступеням к дому. Хочу спуститься вниз, но не могу. Я открываю дверь ключом, найдем. И попадаю сразу в темноту. Стихи маленькой жительницы Ялты первой напечатала газета «Комсомольская правда». А в 9 лет у Ники Турбиной уже вышел первый сборник. И все увидели ее поразительное сходство с Мариной Цветаевой. И челка та же, и гениальные стихи, как будто писала их женщина-взрослая. Она рассказывала, что ее душат стихи, слова. Ее душат слова, которые она записывала. А потом из этих слов составляла стихи. Уникальный талант раскрылся, когда Нике было 6 лет. Она тяжело болела астмой и не спала по ночам. И вдруг заговорила стихами. И мама кинулась записывать эти строчки. Она была художницей, но успеха не добилась. Хотя очень хотела стать знаменитой. И вот ее мечта начала сбываться. Слава пришла к ней благодаря талантливой дочке. Я ночь люблю за герочество. Когда с тобой наедине я говорю о том, что хочется. И так не хочется судьбе. Могу я думать и несбыточно. О том, что ночи нет конца. И можно верить не счастливее. И плакать можно без конца. Я представляю вам Нику Турбину. Мама и бабушка Ники были очень довольны. Нику взял под опеку Евгения Евтушенко. Помогал издать ее первый сборник стихов. Представлял иностранцам. Организовывал концерты. Благодаря дяде Жене в семье появились деньги. Из Ники-то они сделали некую статью дохода себе. И они от Евтушенко требовали все больше, больше, больше. Все стихи маленькой поэтессы были проникнуты черной тоской. Она часто писала о смерти. Почему? Маму это не волновало. В 11 лет она переехала с дочкой в Москву. В столице снова вышла замуж. Только слышишь, не бросай меня одну. Преворотятся все стихи мои в беду. Эти строчки Ника посвятила маме. В 86-м Ника получила престижную награду в Венеции. До нее золотого льва был удостоен лишь один поэт из России. Анна Ахматова. Но когда ей исполнилось 13 лет, поэтический дар ее покинул. Как будто это была болезнь, от которой она вдруг излечилась. А чем дальше заниматься? Ты уже никому не интересна. Публика моментально ее забыла. И от девочки отвернулся ее кумир Евгений Евтушенко. Что было для нее просто страшным ударом. Это очень тяжело психологически. То за тобой все там интересовались, вокруг тебя скакали. И то все, раз, все, ты в вакууме. Ура! Сугузова вернулась! Светка, привет! В 88-м по взрослевшему вундеркинду Нике Турбиной дали маленькую роль в кино. Ты что делаешь? Она же убьется. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Идиотка! 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 Дура! Героиня Ники хочет покончить с собой. Ее спасает учитель. Но, несмотря на кипящие на экране страсти, фильм никому не понравился. И Ника поняла, что актриса не станет. С ее матерью связался некий психотерапевт из Швейцарии. Сказал, что хочет изучить феномен талантливой девочки. И мать радостно отправила несовершеннолетнюю дочь за границу. Ника была очень красива. Мама решила, что теперь ее дочери должны помочь эффектные внешние данные. Швейцарскому врачу было 76, а Нике 16. Она поселилась в его доме, и мама была просто счастлива. Она удачно пристроила дочь. Вроде как убили трех зайцев сразу. И за границей смена обстановки. И замуж выдали. Да еще и под присмотр какому-то профессору психоанализа. Пожилой извращенец стал первым мужчиной Ники. И никого из близких это не смущало. Вот такая цена за сытую жизнь за границей. Она прожила там месяцев 7-8. Он как-то умудрился выкрасть паспорт и сбежать. Сбежав, по сути, из сексуального рабства, Ника вернулась в Россию человеком с искореженной душой. Пить она начала еще в Швейцарии, а в Москве без алкоголя не проходило теперь и дня. Это было ее главным обезболивающим средством. Она поступила во ВГИК, но чувствовала себя на актерском факультете девушкой второго сорта. Она чувствовала себя очень плохо, потому что она была плохо одета. Там учился Янковский, там учились дети наших известных актеров. И она чувствовала себя неуютно. Никто не знал и не интересовался ей. Никто не знал о ее стихах. И никому она нужна не была. Я полынь трава, горечь на губах, горечь на словах. Я полынь трава. А я так забыла. В 20 лет она уже серьезно была больна алкоголизмом. За прогулы и неуспеваемость ее сначала отчислили из ВГИКа, а потом и из Института культуры. Мать решила увезти ее в родную Ялту. И там у девушки начались припадки. Мать решила, что лучше положить ее в психиатрическую больницу. Но я иду вперед, потому что верю в свою дорогу. Она непременно меня приведет к морю. Там сходятся все пути. И горькие, по которым легко идти, я отдам морю свою звезду, которую бережно несу в ладонях. Это мое будущее. Но оно такое большое. Мне его трудно одной нести. После больницы Ника вернулась в Москву. Жила от мамы отдельно. Пьянки, случайные половые партнеры. Она опустилась на дно. И у соседей вызывало чувство брезгливости. Что меня буквально потрясло, это снятый паркет. Старый сталинский дом, пятый этаж. И это была, в общем, такая абсолютная нищета. Именно болезненная нищета. Было очень страшно. Очень хотелось тепла, любви. Очень хотелось людей, рук, глаз. Извините за банальность. Но этого очень хотелось. Ее мать опустила руки. Ника превратилась в чужого ей человека, от которого одни проблемы. Слава о ней теперь шла дурная. Это действительно было достаточно тяжелое явление, потому что она начинала в компаниях и на публике вести себя откровенно вызывающе, неприлично. Причем не потому, что она не знала, что она бескультурная. Нет. Ей нравилось эпатировать и раздражать публику. Весной 97-го года в квартире Ники собралась очередная компания. Много пили, и Ника снова начала будоражить публику. Забралась на окно и сказала, что спрыгнет вниз. Рука сорвалась, и она упала на землю. Был сломан позвоночник, разбиты тазовые кости. Я еще помню, говорю, зачем ты это сделала? Я думал, что я выберусь, как она говорила. Думаю, что вот моя шутка закончится. Ника долго лечилась и решила избавиться от алкоголизма и черных мыслей. Верила, что у нее будет другая жизнь. Хотя от светлой девочки, которая сочиняет гениальные стихи, в ней уже ничего не осталось. Весной 2002 года у нее был роман с актером Александром Мироновым. Она снова стала страшно пить. 11 мая ее мучило страшное похмелье. Официальная версия смерти – самоубийство. Ника Турбина сбросилась с пятого этажа. Но друзья считают, что это был несчастный случай. Жень моя черновинка. Фельдшер скорой помощи потом рассказал, что когда Нику Турбину везли в больницу, нужно было срочно поставить укол, чтобы у нее не остановилось сердце. Но она не разрешила. Она была уже настолько измучена, что вот показала жестом, что ей это делать не надо, именно потому, что она была уже настолько готова умереть. И для нее сама мысль о продолжении жизни была совершенно неприемлема. Просто ей было страшно жить дальше. Ее мама очень хотела, чтобы Ника стала великой поэтессой. И радовалась ее успехам и деньгам. И очень горько жалела потом о том, что устроила ребенку испытание славы. Профессиональный отец. Так писал на своих визитках Борис Палч Никитин. Ему был уже 41 год. После развода он один растил троих детей и, встретив 27-летнего филолога Лену, решил воспитывать удивительно гармоничных людей. Вот он, Семенович Матальенко. Повернул мою судьбу. Вот 40 лет я занимаюсь вопросами воспитания детей. Лена родила еще четверых детей. И многодетная семья стала знаменитой. Просто купалась во внимание нашей и заграничной прессы. Твоих детей мы начинаем закалять с первых дней рождения. Поэтому они даже не знают, что такое простуда. В любую погоду, при любом морозе, Оленька спит на террасе. Где температура такая же, как и на улице. Советские обыватели считали их сумасшедшими. Но куда это годно? Обливают детей водой на морозе, заставляют ходить босыми по снегу, часами висеть не с головой, не дают им лекарств и не лечат от болезни. Он должен там и ползать, и грязь эту собирать, и в рот ее класть тоже должен. Для того, чтобы завтра, когда они выйдут в мир, так скажем, первая же какая-то вирусная инфекция их не поглотила. Питалась многодетная семья очень скудно. Любимая еда – манная каша. Апельсины? Дети Никитинах попробовали, когда стали взрослыми людьми. Зато с трех лет умели читать и решать любые задачки. Оказывается, здесь заложены формулы Ньютона, беноминальные коэффициенты, беном Ньютона. Оказывается, он здесь присутствует, вот в этих кубиках. Никитины сами обучали своих детей и не давали им общаться со сверстниками, считая, что вне семьи сплошные опасности и вредные вещи. И некоторые из детей вспоминают об этом с горечью, потому что не хватало общения именно с детьми своего возраста, и им приходилось ограничиваться только своей семьей. Старший сын Никитинах Алеша школу закончил с 13 лет, и к вундеркиндам не зарастала народная тропа. В этом доме бывало по 800 человек в день. Мне кажется, кто приходил на это смотреть, это глубоко ущербные люди, которые тем самым пытаются потыкать наверняка своим детей. Вот, Вася может, а ты не можешь. Но об изнанке педагогического эксперимента никто не знал. Детей Никитинах обижали. В среде ровесников они чувствовали себя людьми второго сорта, потому что были плохо одеты, и у них никогда не бывало карманных денег. Они не знают, как это сделать, как туда вписаться, как туда влезть, как эту дверь, что это за замок, где ключ от этой двери. Их родители с удовольствием рассказывали о своем эксперименте и страшно им гордились. Интервью иностранным журналистам дети Никитинах давали на чистейшем английском. Вот морд. Like hell. 200 километров. Но за кадром оставались огромные душевные травмы их детей, которые не понимали, как вписаться в реальность. Ну вот поэтому здесь и у психологов, я думаю, поэтому и возникает много вопросов. То есть была ли это забота о детях, или это все-таки реализация своего «я». В итоге, после серии страшных скандалов, старший Алексей ушел из дома в 14 лет и общался потом с родителями мало. Уехал в Лондон, женился и просто вычеркнул их из жизни. Ребенок, наверное, вырос и понял, что он не обезьянка и захотел своей жизни, а не жизнью желания родителей. Вот эти дни открытых дверей в семье Никитиных кто-то из детей как страшный сон вспоминает. И даже кто-то из детей, я не помню кто, говорил, что это были дни истинного рабства. 2014 год. Олимпиада в Сочи. На трибунах первые лица России. За выступлением девочки следят по телевизору миллионы людей. И не случайно сам режиссер Стивен Спилберг написал после Олимпиады письмо, где благодарил Юлию Лепницкую за то, что она выступала именно на музыку из такого фильма и сумела передать весь нерв вообще этой темы. Юля родилась в Екатеринбурге и была единственным смыслом жизни своей мамы Даниэла. Так вышло, что Даниэла Леонидовна, будучи молодой, красивой, забеременела, но ее молодой человек ушел в армию. И он после армии не вернулся в Екатеринбург. Когда Юлии исполнилось 6 лет, и ее мама поняла, что у девочки выдающиеся способности к фигурному катанию, она оставила работу и поставила цель. Им нужно золото Олимпиады. Вы же понимаете, что если я, как мама, или как папа, воспитал замечательную дочь, под цвет ее славы падает и на меня. Однозначно. Это идет та мама, у которой дочь олимпийская чемпионка. В Екатеринбурге Юля быстро достигла потолка, и мама решила штурмовать Москву. Нашла телефон Этери Тутберидзе, пришла безо всякой рекомендации и настояла, чтобы тренер посмотрела, на что способна Юля. И вскоре девочка стала первой звездочкой Тутберидзе, чемпионкой Европы, а потом взяла золото в Сочи. Мама была довольна. Ее план сработал. Мама вкладывает силы, душу, деньги своего ребенка. Ой, а вдруг, вдруг моя дочка что-то выиграет, да, и мы хотя бы сможем отбить то, что вложили. В результате отбили гораздо больше. То есть Юля получила и призовые хорошие за Олимпиаду, и квартиру, причем не одну, а сразу две, и машину, как олимпийская чемпионка. Но потом удача от Юли отвернулась. Девочка стала превращаться в женщину, и перемены в ее организме очень огорчали маму. У нее слишком быстро начались, вы видите, все взросления, там даже ее же гормонально притаптывали, чтобы она не взрослела. Специально, да, все-таки там пичкали гормонно. Мама настаивала на жесткой диете. Вместо обычной пищи давала дочке белковый порошок, растворенный в кефире. У Юли от стресса началась анорексия. Это, конечно, уже серьезные нарушения психические, которые возникают не на пустом месте. То есть, видимо, произошло какое-то психическое истощение у человека. Юля, которая всегда была лучшей, начала отставать от новых подопечных Тутберидзе и страшно нервничала. С одной стороны, очень сложно заставить себя работать, когда ты все выиграла, а с другой стороны, ты понимаешь, что любая твоя помарка и молодежь тебя, скажем так, будет побеждать. А мама считала, что неудача Юли неправильная работа Тутберидзе. Очень часто ее критиковала и настояла на том, чтобы ее взяли в тренерский штаб и положили зарплату, чтобы она все время была рядом с дочкой. Как только чего-то добивается спортсмен, крыша едет у родителей, понимаете? Вот. Им даже труднее пережить успех своего чада, чем самому чаду. В фигурном катании существуют негласные правила. Призовыми и рекламными деньгами спортсмен обязан делиться. С любых призовых, с любых показательных выступлений 30% ты платишь тренеру. Но Даниэла решила проигнорировать этот порядок. Переговоры со спонсорами она вела за спиной у руководства сборной. То есть даже уже не в интересах Юлии она выступает, а в интересах своих собственных. Она слишком много положила на этот алтарь, понимаете? Она тоже хочет получить свои дивиденды. Куда? 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 Но Юлия проигрывала все больше соревнований. Тут Берит заговорила, что девушка мало работает. Начались конфликты. Даниэла не знала, что делать. Дочка хотела развлекаться. У нее случилась первая любовь. И жизнь ради спорта ей надоела. И был момент, когда Терри Георгиевна прикрикнула на Лепницкую. Вот. Та и ответила. На одном из этапов Гран-при случился скандал. Юлия Лепницкая заняла второе место и не приехала на награждение. Сказала, что проспала. Юле пришлось заплатить приличный штраф. Около 10 тысяч долларов. Это не тот результат, который ее устраивал. И вроде как Юля психанула и просто не приехала. Юлия ушла к новому тренеру Алексею Урманову. Оторвалась от мамы. И в 2016-м не смогла закончить произвольную программу из-за судорог в ноге. Заняла последнее место. И со спортом решила покончить. Просто ужас, конечно, был. Было все... Очень много внимания просто его там уже зашкаливает. Оно и сейчас сохранилось. Юлия Лепницкая вышла замуж, родила ребенка и тренирует маленьких фигуристок. И выглядит наконец-то счастливой. Юля такой человек, который хочет быть независимым. Вот. Быть независимой и самой принимать решения. Виктор Попов решил, что его детский хор будет лучшим в Советском Союзе. И к нему потянулись сотни родителей детей со звонкими голосами. Конкурс в хор был как в консерваторию. Сережа Парамонов рос в простой семье. Папа работал слесарем, а мама была уборщицей. К Попову его привела любимая бабушка, которая мечтала, внук станет знаменитым артистом. Увидела это объявление о наборе в хор, и так получилось, что судьбу его сделала бабушка. Сережа был очень талантливым. И Попов сделал его лицом коллектива. Сережа Парамонов солист нашего хора. Сережу Парамонова называли советским Робертино Лоретти. На новогоднем концерте на бис вызвали как-то троих. Анну Герман, Муслима Магомаева и этого мальчика. Вспоминалась история очень трогательная, как, например, Муслим Магомаев по-свойски, обращаясь к этому, я не знаю, десятилетнему мальчику, пойдем с тобой, так сказать, чай, кофе в буфете. Они видели в нем равного себе по таланту. Для Сережи хор стал настоящей семьей. В его родном Перове пацаны дрались и слонялись по дворам. А он на съезде КПСС вручал букет генсеку и колесил с концертами по всей планете. Любимый ребенок нации. Все родители хотели, чтобы их дети были похожи на этого улыбчивого солиста детского хора имени Попова Сережу Парамонову. Но ангельский голос мальчика стал меняться, когда он стал подростком. Как только начался ломаться голос, его надо было отстранять от этих песен, но это было сильно невыгодно. Невыгодно, коммерчески невыгодно. 17 мая 1975 года случилось ЧП. Сережа пел любимую песню и дал петуха. Раненая птица в руки не давала. Его тут же заменили. Раненая птица птицей оставала. И Виктор Попов никакой трагедии в этом не видел. До сих пор мясница. Концертов много. Сегодня ты поешь, завтра другой поет, кто-то немножко хуже, но потом вдруг раз и перегоняет того, кто пел лучше. Но для Сережи это было катастрофой. Бабушка пыталась его утешить, но он ее как будто не слышал. Ему казалось, что жизнь кончена. Отряд не заметил потери бойца. Вот он выступал на концертах. Молодец, тебе аплодисменты. Кончилось его пение. Все, его забыли в один момент. Сереже помогли поступить в музыкальную школу, потом в училище. Ведь он не знал даже нот, но учиться не хотел. Администратор филармонии предложил ему веселые гастроли, во время которых он приучился пить. Учил свою бригаду, а Сережка как звезда. И он начал тогда петь. А петь ему было не надо. В 95-м году Сергея Парамонова пригласились петь на концерте в честь юбилея Большого детского хора. И зрелище было жалким. Ни былого голоса, ни былого обаяния. Узвей голову с ним Голючий пищевар На дороге Я так Слава тебе И не без Слава тебе И не без Но больше его никуда не звали. Парамонов пытался заниматься аранжировками, но не получилось. Свою невостребованность он продолжал заливать алкоголем. Вроде бы начнет делать аранжировку, загорится глазами «Все, все у меня получается». Час-два одно и то же, одно и то же. Все, это не то, это не то, я не могу. Он женился, венчался и бросил пить. Мария верила, что муж будет держаться. Но когда у них родился сын, Сергей сорвался. Он не был готов к бессонным ночам и хотел только выпить. Он вышел на балкон, взял ребенка за ногу, вытянул руку и сказал, если сейчас не принесешь мне бутылку, я отпущу руку. Когда Парамонов был трезвым, он пытался быть хорошим папой, бросался зарабатывать деньги, но без водки уже не мог. Мария терпела долго, но от мужа в итоге ушла. Кончились силы, сняла с сыном квартиру неподалеку. Он меня подкараулил около детского сада и ударил меня бутылкой пива по голове. Хорошо, она была полная, не разбилась. И вот в тот момент я поняла, что я больше к нему никогда не вернусь. 15 мая 98-го года Сергея Парамонова нашли в его квартире мертвым. Писали, что это была остановка надорванного алкоголизмом сердца. Ему было всего 36. Только не взрывись на полдорогу, товарищ сердце, товарищ сердце. Но у жены советского Робертина Лоретти версия другая. О таких смертях песен не пишут. Я думаю, что он все-таки перебрал по алкоголю и скажем так, споткнулся в ванне, пал, перегнулся, а ванна была наполнена. Видимо, собирался принять ванну и захлебнулся. На прощание с бывшим воспитанником руководитель хора Виктор Попов не пришел. Забыли про Парамонова и участники звездного хора. И многие друзья узнали о его смерти из теленовостей. И вдруг вижу, показывает могильный холмик и его фотография. Я чуть с ума не сошел. Я заорал. Галя! Серега убер. Я сейчас заплачу. Этих детей называли вундеркиндами. Им рукоплескали огромные залы, но этот дар, в который вцепились взрослые, стоил им жизни. Редактор субтитров Корректор А.Егорова